Доброе утро, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал, на очередной влог. Сегодня ответственный день, потому что должна приехать мамочка, точнее она уже в дороге, и с минуты на минуту она будет уже в Баку. Поэтому мне надо убраться дома, у меня всего 3,5 часа, потому что из хачмаза дорога занимает как раз-таки 3 часа, где-то 3,5, но в зависимости от водителя. В общем, хочу вам показать состояние моей кожи. Я очень довольна, вы просто гляньте, у меня нет высыпаний, просто остались какие-то мелкие-мелкие покраснения, которые тоже в ближайшее время, надеюсь, что пройдут. Я, конечно, боюсь, что будет рецидив, что прыщи вернутся, поэтому я продолжаю курс и надеюсь, что больше высыпаний у меня новых не будет. Вот, а так я очень довольна своим лечением, рада, что я начала все-таки, потому что эти высыпания мешали мне жить. А еще вчера, не знаю, что на меня нашло, я начала снимать Project Pen. Точнее, не совсем начала, отобрала продукты. Если вы смотрите бьюти-блогеров, то вы в курсе, что это такое. В общем, ты берешь, например, 100 средств, и за год ты должна все это закончить. Я решила, что я тоже буду снимать такой формат. И что я сделала? Сидела всю ночь, приклеивала на каждое средство маленький такой скотч. Зачем это делается? Просто, чтобы ты не забыл, какое из средств входит в Project Pen. Получается, на все эти средства я приклеивала маленький скотч, легла спать сегодня, проснулась и поняла, что я снимать его не хочу. Знаете почему? Потому что это не формат моего канала. В разнообразии нужно вносить тоже какую-то тему. То есть, что-то должно быть в тему. Project Pen и MookBank канал, это немножко не одно и то же. Пишите, пожалуйста, в комментариях вообще, стоит снимать или нет. Знаете ли вы, что это такое? Просто единственное, жалко мой труд. Вчера до 2 часов ночи я сидела и клеила эти бумажки, что сегодня утром проснусь и сниму. А сегодня утром проснулась и понимаю, нахрен мне оно надо вообще. Зачем я это все делаю? Сейчас вам, кстати, покажу. А вот и вся красота. На каждое средство я приклеила вот такую вот желтую штучку. Зачем это делается? Чтобы я знала, какое средство входит в Project Pen. Все так делают. То есть, например, я взяла в свой проект и хочу добить до конца это средство, но не приклеила вот эту желтую штучку. А потом я забыла вообще. И как бы не использую. Поэтому вот так вот отмечаются эти продукты, которые планируются закончить. Вот теперь мне заняться нечем, надо все это отклеивать, потому что я передумала. Уже вошло в привычку. Показываю вам мой макияж. Заказала еду. Взяла шаурму. Очень вкусную шаурму. Она внутри с сырно-майонезным соусом. Вот это шаурма номер один. Кто знает, это нечто очень вкусное. И еще что-то я заказала. А, я заказала шубу. Салат. Мне кажется, неплохое такое сочетание. В общем, быстренько собираю постель. Делаю какие-то домашние дела, пока мне привезут еду. А потом сажусь снимать мук-банг. Не успела я собрать постель, как мне позвонили и сказали, что мой заказ уже внизу. Надо спуститься и его забрать. Поэтому я спускаюсь. Придется уборки оставить на середине. Последние два дня на улице такая холодрыга. Такой дубак. Даже вот разговариваешь, у тебя пар изо рта. Представляете, настолько холодно. Обычно в Баку таких холодов не бывает. Но все-таки январь, понятное дело. Еще бы и сейчас не было холодов. В последнее время, мне кажется, как-то зима проходит мягко. Короче, вот такая вот система у нас в лифте. Я говорила про вот эту вот кнопочку. Вы нажимаете здесь, и потом уже можете ехать. Поэтому я не могу сказать курьеру, что донеси мне до квартиры. Потому что он должен будет подниматься наверх пешком. Или же кого-то просить. А это как-то неудобно. Поэтому приходится со мной каждый раз спускаться. Ужасно неудобно. Так, глянем. Заказывала у шаурма номер один. Так, здесь у нас хлеб. Дальше вот такой вот салатик. Как-то странно он выглядит, если честно. Вроде как это должна быть шуба. Ну, шаурма у них офигенная. Это я точно знаю. Салатик что-то меня не впечатлил своим внешним видом. Так, по чесноку. И вот такая огромная шаурма. Ой, да. Пахнет обалденно. Сейчас сяду снимать для вас мук-мак. И вот хулиган. Который тоже хочет свою долю. Где моя доля, хозяйка? Ага. Слава богу, поменяла постельное белье. Я ненавижу это делать. Особенно надевать пододеяльник. Это для меня вообще такой стресс. Я потратила, наверное, минут 20, чтобы все это было дело аккуратно. Неудобно, потому что вот эта выемка, она находится с краю. И сложно засунуть одеяло. Такой небольшой рум-тур. Короче, я здесь прибралась. Протерла пыль, пропылесосила, помыла полы. Вот красота, лепота, чистота. Ждем прихода мамы. Показывать сам процесс, как я делала уборку, как я пылесосила, я не стала. Просто потому, что в предыдущих влогах все это было. Дабы не повторяться, я решила эти фрагменты не снимать. А мама мне уже позвонила. Она сказала, что буквально через 15 минут она уже будет внизу. Поэтому я потихоньку одеваюсь и спускаюсь, чтобы помочь ей с пакетами. Мама уже приехала. Я накрыла на стол. Мы сейчас будем пить чай. Уже посидели, поболтали о том, о сём. Я попросила мамочку, что давай тебя покажем. Мама говорит, только не в этом виде. Но я как бы согласилась с ней. Я, наверное, скорее всего продолжать этот влог буду завтра. Сейчас вам покажу, как мы сидим, пьём чай и сплетничаем. Вот эти, кстати, семечки маме тоже не очень понравились. Но она их поела немного. Мне кажется, чем дальше, тем больше будет нравиться. Дальше здесь мой чай, чай мамы. Помните видео с киндер-сюрпризами? Так вот, эти киндеры-шоколадки. В общем, приятного аппетита и чаепития нам! Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Просто потому, что мы с мамой настолько соскучились друг подружке, что прям целый вечер просто болтали. Я не снимала ни мукбанка, ни влогов. Хотела заснять маму, чтобы мама сказала пару слов. Но мама говорит, я не в том состоянии, без макияжа, выгляжу не очень, поэтому не хочу. Но раз она не хочет, я не люблю заставлять людей участвовать в моих этих влогах и все дела. В общем, сегодня планы какие у нас на день? Я хочу купить себе выпрямитель. Я решила, что какой-то дорогой я покупать не буду, потому что до этого мой выпрямитель, который как раз-таки взорвался, и прям у меня, знаете, вот здесь вот волосы даже обгорели, хотя вам здесь даже не видно, но да ладно. В общем, он мне прослужил, наверное, лет 10-12, хотя я его купила за 200 рублей или за 250. Раньше в России были магазины смешные цены. Вот как раз-таки там мне мой родной брат как раз-таки и купил, сделал подарок, так скажем. Мы были тогда подростки, и я была очень довольна этим выпрямителем. Он потрясающе выпрямлял. У меня вообще волосы очень послушные, и как бы в таких вещах я не знаю проблем. Поэтому сейчас направляемся в магазин, и вас я обязательно возьму с собой. Гляньте, что я здесь нашла. Как раз-таки вот эти семечки. Я думала, они только в больших супермаркетах продаются. А оказывается, здесь тоже есть. Помните, в мукбанке, где я ела киндер-сюрпризы, я вам говорила, что в магазине видела большой пластмассовый киндер-сюрприз без шоколада? Как вам такой? Наконец-то нашла в продуктовом магазине вот такой вот отдел. Здесь есть кофрешечка. Вот такая вот. И просто самая обычная плойка. Очень люблю свечки. Вы знаете про это, но здесь они стоят очень дорого. Можно найти дешевле. Но есть разных цветов, с разными вкусами. Смотрится очень интересно. Хочется взять, еле удерживаю себя. Смотрите, какой выбор. Всегда в магазин захожу, чтобы присмотреть что-то для мукбанка. Например, вот такие вот милка. Не знаю, что это именно. Похоже на какие-то шарики интересные. Можно взять. Девчонки, оказывается, я перепутала. Выпрямителя не было. Есть только кофрешечка. Я решила ее взять. Тоже понадобится. Только что зашла домой. На улице просто такой дубак. Такой ветер. Прям, знаете, въедается в кости. У тебя такое ощущение, что минус 30 прям на улице. Но самое главное, я кое-что купила. Правда, не то, что планировала. Я купила гофре. Кстати, мам, я купила гофре. Мы можем тебе тоже сделать прикорневой. Прикорневой, ой, предкорневой объем. Хочешь? Короче, на маме будем делать опыты. Ну, в общем, я давно был. Но я как бы им не особо пользовалась. Именно потому, что он плохо работал. Сейчас как раз-таки его выброшу. Он доисторически просто, наверное, ему лет 100. К сожалению, выпрямителя не было. Я перепутала. Я думала, что это как раз-таки выпрямитель. Вот. Оказывается, это кофрешечка. Я не знаю, почему здесь такая картинка. В общем, стоил он копейки. Что-то в районе 1000 рублей. Почему я взяла такой бюджетный? Потому что до этого у меня выпрямитель тоже был очень бюджетный. И, в принципе, у меня прослужил 12 лет нормуль. Я подумала, нет смысла покупать супер какой-то дорогой. Хотя вот плойка, например, у меня дорогая от Рауэнте. И она меня очень-очень устраивает. Раз на раз не приходится. Поэтому решила рискнуть. Тем более, вы знаете, все магазины сейчас закрыты. То есть, можно заказать домой, но там нельзя затестить. А в магазине, именно в этом продуктовом, где я купила эту фигнюшечку, там как раз-таки я затестила, сделала себе волосы. Вот. Короче, мне очень понравилось. Сейчас попробуем. Свет так странно падает. Так. Открываем. Никакой инструкции тут нету вроде как. И не пахнет инструкцией. Ну что вы хотели за 1000 рублей? Еще и инструкцию, еще и туда бумагу тратить. В общем, вот так вот выглядит. Внутри такая зелененькая. Здесь можно устанавливать температуру. Сейчас попробую и вам покажу. Так, я уже затестила. Гляньте, как получается. Ну, это знаете, так на быструю руку сделала. Слишком высокую температуру поставила. А тем временем мне уже пришли роллы. Я сейчас буду снимать для вас видео, но это все я не буду есть. То есть я оставлю и домашним, и какую-то часть просто положу перед собой. У меня будут грузинские хинькали и роллы. Хочу такое странное сочетание попробовать. Думаю, что будет интересно. И вот такой вот у меня образ продолжается, так скажем. Надела вот эту рубашечку. Все мне написали в комментариях, что она супер ультрамотная. Вот. И думаю, о чем я буду говорить на мукбанке. У меня есть три темы, которые я хочу обсудить. Но какую именно затронуть в этом мукбанке, я даже не знаю. Кожа у меня просто обалденная, девочки. Я так радуюсь, что я начала принимать этот ралкутан. Дело не только в прыщах. Сужаются поры. Изменяется тон лица. Какие-то пигментные пятна, застойные. Вот здесь у меня всегда был прыщик. Даже три вот маленьких. И это вообще не проходило. Сейчас этого всего нету. Правда, сейчас у меня на лице тон. Но это, знаете, такой бибишечка. Вот радостная я. Наконец-то одна из моих мечт потихоньку сбывается. Надеюсь, что все остальные тоже. И обратного эффекта не будет. Я очень надеюсь на это. Потому что бывает рецидив. Бывает такое, что ты принимаешь препарат. Потом перестаешь его принимать, например. И у тебя все возвращается. Иногда даже в двойном объеме все возвращается. Поэтому все-таки немного боюсь. Но я продолжаю пить. Субтитры сделал DimaTorzok